Приветствую вас. Во-первых, надо сказать сразу о том, что депрессия, если она у вас действительно есть, не является психическим заболеванием, а работать с которым должен врач, психиатр, либо психотерапевт, либо клинический психолог, потому что работа с болезнями и, собственно, психическими заболеваниями это прямая его преликатива. Вот. Это первое. Что-то хочу сказать. Второе. Я понимаю, что ваша проблема, глобальная проблема заключается в отсутствии целей, в отсутствии, если угодно, цели полагания. У вас нет целей. То есть вот вы учитесь, да? Учитесь. А зачем вы учитесь? Для чего вы учитесь? Вы учитесь на магистратуре. То есть это достаточно серьезно уже. Но для чего? Если вы хотите овладеть профессией, к примеру, ну, какой-то профессии, да, там, стать кем-то, заниматься чем-то. Вот. Вот. Ну, хорошо. Это здорово, что вы хотите этого. Этого. Это прекрасно. Великолепно. Но. Но. Как-то вот не получается, судя, потому что вы обитываете, у вас это сделать. Как-то вот вы не можете это сделать. То есть вы учитесь, но совершенно непонятно, для чего. Вы говорите, я искал работу с графиком. Таким кипким графиком я искал работу. Простите. Вы искали работу с гибким графиком удобную для вас? Или вы искали себе такую работу, которая давала бы вам то, что вы хотите? Сейчас я имею ввиду такую работу, которая позволила бы вам, условно говоря, заниматься любимым делом. Например. То есть, как бы, вот понимаете, да, нет цели. Глобальные цели нет. Вы говорите, личные отношения. Вот. Та же самая история. Та же самая история. Личные отношения зачем? Для чего личные отношения? Сейчас, когда вам 24 года, вы учите на магистратуре, вам необходимо дальнейшее карьерное развитие. Вам необходимы люди, которые разделяют ваши взгляды, разделяют ваши позиции, разделяют ваши интересы. Вы говорите, у меня нет близких друзей. Так, а, опять же, по поводу чего могут быть близкие друзья? Да, если вы, значит, 6-й год учитесь, это вы приехали в 18, получается, да, 18 лет вы приехали в Москву. Это не тот, к сожалению, возраст, это не тот, к сожалению, возраст, когда можно найти с уверенностью, когда с уверенностью можно сказать, что вы найдете прям себе друзей, которые вот прям дадут вам то, что вам нужно. Понимаете? Какая штука. Вот. То есть это вот такая история и такой момент, который я хотел бы вам сказать. Ваша неопределенность завязана, по моему впечатлению, именно на невозможности положиться на себя. Ваша неопределенность, по моему мнению, завязана именно на том, что вы не можете довериться себе, что вы не можете определиться, что вы не можете понять, что вы хотите, да, что вам нужно. Для того, чтобы это понять, вам необходимо вернуться тогда. Да, значит, в тот момент, когда вам было 18 лет, вы приезжали в Москву и начинали учиться. Зачем? Для чего? Вот. С другой стороны, хотелось бы вас спросить, о какой конкретно, о какой конкретно определенности идет речь. То есть можно ли говорить о полной какой-то определенности? На мой взгляд, на мой взгляд, нельзя. Нельзя говорить, на мой взгляд, о полной неопределенности, потому что ее не бывает. И тогда мы говорим об идеализированности вашего восприятия реального мира, в том числе. Понимаете? Какая штука. Дальше. В последнее время пишите вы это, а вот я устала так долго учиться. То есть, опять же, это означает, что вы потеряли цель. Она у вас не обновляет на цель усталость. Так, уже неопределенность, это невозможность положиться на себя, куда дальше пойти работать. По специальности все очень просто, ради цели, которая прибыла у нас в Капучино. Надо где-то жить. Но, опять же, этот вопрос решается, я так полагаю, через цель. То есть, именно цель определяет в данном случае возможности. Если цель есть, человек находит способы и средства ее достичь. Так, пробовал найти работу с гипографикой, у меня ничего не получилось. Причины? Какие причины? Почему не получилось? Для чего искали работу, опять же. То есть, либо ради денег, если вы искали работу ради денег, это одно. Если вы искали работу ради, собственно, реализации цели, это немножко другое. Депрессия насчет того, это пора бы иметь личное решение. Понимаете, вот депрессия насчет того, это в корне неверная позиция. Депрессии насчет того не бывает. Депрессия, она либо есть, это очень серьезное заболевание психическое и физиологическое в том числе, либо его нет. Так, я все равно скучаю по родным и по друзьям, что остались в моем родном городе. Хотелось бы определить, вот, природу этого чувства. Вот, что есть эта скука, которую вы ощущаете? Как она вами чувствуется, эта скука? Понимаете? Это очень важный момент, на самом деле. Далее. Далее. Так, пробовал найти работу. Так, в Москве, к сожалению, так и не привыкла большие друзья. Так, про друзей я сказал. Также я когда-то встретился с молодым человеком четыре года в Москве, в первую очередь, что вас объединяло, что вас связывало, отношения рухнули, из-за чего. Вот эти два с половиной года я одна и как-то одиноко прям. Давайте разбираться, что именно вы у себя не принимаете. Почему вам тяжело себя приносить? В первую очередь сложно создавать себя с удовольствием в самопатии, но потеряли цель. Вообще, мне кажется, Москва аккуратно для меня. Мне надо перейти, перейти и возвращаться к себе. По сути, речь идет о том, чтобы избежать от себя. Я так понимаю. Но цели вам это не прибавит. Что-то вы же просто как переехали в другой город, правильно? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. А я желаю вам всего самого доброго и удачи! Поехали! Поехали! Поехали!